Наверное, это будет самое сложное видео со времен, вообще, основания моего YouTube-канала. Потому что сегодня я хотела бы рассказать вам про то, что я запустила свой личный бренд, который называется Бездна. Как все начиналось? Я подумала и решила то, что я хочу, чтобы у меня был свой бизнес. Огромный, гигантский, просто невероятных масштабов бизнес. Я знала, что будет тяжело, но я даже не могла себе представить, что это настолько жопа-жопная. Видео будет долгим, вот серьезно. Берите чай, кофе, наслаждайтесь. И начнем с того, что работа над брендом началась еще в сентябре. Что нужно любому бренду? Вообще любому, конечно же, ему нужно название, ему нужен логотип. Короче, рисовала я зарисовки, хотела передать вайп козла и лисы, потому что козел и лиса это супер, я люблю. И маскот должен был быть обязательно на меня очень похожим, то есть это должны быть отсылки к моему макияжу, отсылки к моей причёски, моя цветовая гамма, и чтобы этот персонаж полностью меня отражал. Возможно, вам тоже это напоминает не лису и козла. Я тоже так подумала. С франкенштейна видно свинины. Помогите! Нарисовала, короче, я свои зарисовки и пишу моей подруге, которая, ну, профессиональный дизайнер, который разбирается в этом всё, что мне нужна её помощь. 6 сентября. В общем, мы встретились добивать финальные эскизы персонажа. Пока что у нас всё это выглядит так. Ещё вот то, что я рисовала, мы придумали ему сердце, короче, которое будет скреплено булавками. Вы же увидели видео, когда мы распаковка вкладываем это дело из Гарри Поттера. Вот она у нас занимается всеми этими графическими иллюстрированиями. Мы сидели, подбирали ему цвет, думали, какая у нас будет обводка, как будут располагаться стрелки. В конце концов, у нас получилось что-то такое, что вы можете наблюдать сейчас. На самом деле, по видео может сложиться, что это всё было достаточно быстро сделано, но, если честно, мы потратили на все эти обсуждения, на все финализации, ну, наверное, где-то месяц точно. Может быть, даже больше. А логотип, который вот так вот выглядит, вообще появился, наверное, где-то только в марте. Учитывая, сколько раз я поменяла стрижку, тут даже очень легко понять, что это действительно было создано относительно недавно. Рисовала схематический лого, чтобы примерно понимать, как у нас тут всё идёт, потому что идёт нота по этой линии. Да, котик, это ты маленький кот. И сейчас мы вместе с Эвилом вторым будем что-то пытаться сообразить. Да, у меня всегда срач. Очень такое это было бы логично смотрелось. В общем, мы финализировали итоговый вариант дизайна логотипа. Когда я смотрю назад и вижу, сколько сил и души было вложено в это всё, мне становится безумно хорошо. Мой бренд, хоть и малыш ещё совсем, но для меня он уже невероятно важен. То, что у нас получилось, это полностью соответствует тому, о чём я только могла мечтать. После того, как мы уже с грушей придумали логотип, у нас уже был маскот, у моей другой подруги, которой зовут Дашу, случаются некоторые личные истории неприятные. И ей было прям, ну, очень грустно. И смотрю я на Дашу, а с Дашей мы 17 лет дружим, и думаю, блин, дорогая моя, вот что бы мне для тебя такое сделать, что ты конкретно избавилась от этой всей своей боли, чтобы тебя прям вот конкретно чем-то загрузить и занять? Вот это я развлечение придумала капец гений. И я просто ошарашила Дашу тем, что, ну, давай ты будешь моим бизнес-партнёром и вместе будем делать бренд одежды. Собственно, вот так мы с Дашей первый раз встретились, и у нас начался разговор за бренд. Можно сказать, что сегодня первый день, когда мы начинаем обсуждать всю эту историю. Смотрите, это Дарья, она будет моя очень старая подруга, ну, в плане, что мы очень давно дружим, сколько, 17 лет уже, даже больше, наверное. И вот вместе с Дашей, потому что она буквально человек, который знает меня еще, когда я была совсем little small, мы решили начать работу над всеми этими проектами. И я буду стараться держать вас максимально в курсе, потому что я уверена, что все гладко у нас, конечно же, не получится, хотя мы очень, конечно, стремимся. Если это будет проект, в котором у меня все сложится классно из первого раза, я в это не поверю. Нет, такого не будет. Ну, или будет. Будет? Будет, конечно. Все будет хорошо. Да. Ну, ладно. Или нет? Ну, просто так, для понимания ситуации, сегодня у нас 22 июня. Это похоже на издевательство. Ладно, смотрите блог дальше. Это уже база. На самом деле, я хочу с вами поделиться вообще всей историей. Ибо были и взлеты, были и падения, и можно было тысячу раз опустить руки. Но я сделала другой выбор. В бренде для меня важна была идеология. Не просто шмотка, а бренд, в котором есть моя личная история и смысл, который может быть кому-то не очевиден, но для своих он будет понятен. А это самое главное. Не просто очередная шмотка от блогера, а вещь, которая является отсылкой на путь. Мы все придумали. Мы подали все заявления. Мы все обговорили. Мы распределили наши роли в этой работе, потому что все-таки это уже история не только про дружбу, но и про работу. Собственно, что нужно дальше? Нужен рабочий коллектив, который являются узкоспециализированными профессионалами. То есть, нужны швеи, то есть, нужен швейный цех, потому что тиражей я планирую делать большие. Технолог, нужен конструктор. Ну, короче, закройщик, кройщик, там просто миллион рандомных людей. Полноценная комбинация из людей, которые в этом все мега шарят. И мы прям сидим, у нас мозговой штурм, как бы сделать, чтобы было очень круто и классно. Ну, в общем, мы утверждаем дизайны. Первой версии наших дизайнов, если быть точнее. Первая поездка в швейный цех, 27 февраля. Ох, сегодня важный день. Сегодня мы едем к конструктору одежды, даже не знаю, как это правильно называется, чтобы согласовывать все то, что мы уже нарисовали, и чтобы понимать вообще, насколько это реально или нереально совместить с дизайном. На самом деле, мне немножко беспокоит тот факт, что мы реально придумывали там какую-то лютую штуку. И совершенно я не уверена в том, что эту лютую штуку можно будет повторить, но очень надеюсь. Сейчас собираюсь, я еще немного приболела, это прям отстой, у меня вообще нехорошо. У меня болит голова, у меня, знаете, тяжело мне говорить, у меня такое состояние. Просто хочу вот полежать в горе мусора и стать частью этого мусора. Но, знаете, грязь сама себя не поест. Как говорится, ешь грязь. И я думаю, что олды вспомнили, прослезились, посмотрели, ибо сейчас происходит на ваших экранах творение, которое я назвала ешь грязь. Да, это просто абсолютно легендарное в своей жести худи, и легендарное оно примерно во всем. И потом я подумала, решила, что раз я постоянно живу в каком-то сраче, что постоянно у меня какая-то грязь, то и увековечить эту потрясающую фразу нам тоже нужно. К этому мы еще вернемся. Я ужасно нервничаю. Я не могу даже собраться и просто тон на лицо нанести, я не могу. Я полчаса сижу и смотрю на этот крем, и я просто не могу нанести его на лицо, потому что я такая... Я вообще не понимаю, от чего я нервничаю. Может быть, это из-за болезни. Я просто реально парюсь. Сегодня первый день, когда мы поехали на производство со своим технологом-конструктором. К этому моменту у меня уже было четкое понимание, что я хочу, и четкое понимание, что я или получу тот результат, который мне нужен, или я вообще ничего не буду делать. Да, кстати, мне было важно, чтобы все производства были в Москве, потому что мне надо контролировать весь процесс. Ну, если честно, мягко говоря, цены нам выкатили огромные. Зато я все это могу отслеживать. Мы пришли обсуждать все дела, все рабочие моменты. Швейный цех такой небольшой. И красиво, конечно, пипец. Но не знаю, что будет сейчас дальше. Пойдем, короче, общаться. Ткани разные лежат. К моему удивлению, на производстве мне пошли навстречу. И главный технолог, конструктор, сказала, что нужно делать именно так, как я хочу. Потому что базовых стандартных вещей действительно очень много. И тут надо делать что-то свое, привносить что-то новое даже в стандартные вещи. Вы должны отталкиваться от этого. То есть тут как раз такие приколы именно в этой печати. Потому что эти в ходе уже удались. Это факт. Если предлагать, то что-то совершенно другое. Поэтому мы пошли в такой бешеный дизайн, чтобы было много-много-много всего. Ну, чтобы в странность, что и в леснотаков. Да, панк. Я поняла. Отшить-то она отошьет. Отошьет. Везде и всюду, на всех изделиях. М-ку отдельно, М-ку отдельно. Готовится два лекала. И кроится уже все вот это. Да, ориентир каждого экземпляра по 200 штук. Ха-ха, ну удачи что ли. По расцелькам все решаем, обсуждаем. Оговариваем сроки. Да. Это очень важный момент. Я реально очень сильно боялась, что мне будут делать мозги. Но по факту все прошло очень лампово. Ну что ж, едем дальше. Выяснять все подробности, все детали. В принципе, все на данном этапе понятно. Я дала задачу разработать крои таким образом, чтобы был очень качественный оверсайз. Который уникален тем, чтобы это была нестандартная история. Когда, например, ты носишь эску, а покупаешь эльку. И типа это выглядит как оверсайз, но по факту это халтура от производителей. И очень часто такие вещи не так хорошо сидят, как могли бы сидеть. А мне нужно было, чтобы все было круто. Чтобы был тот же самый капюшон, который будет держать форму. Не будет никуда бегать, прыгать. Чтобы он классно сидел как на изделии, так и на своей башке. И материал, который будет неубиваемый. И принт, который не убьется. И все, чтобы форма держала. Короче, куча деталей и все это нам впереди. Так что мы едем обсуждать дальше с другими производствами. Едем за тканью 4 марта. Сегодня мы едем забирать ткань. Это такой вот сегодня прям первый день, когда ты физически можешь пошупать то, что ты там наделал. Надеюсь, что все будет без осложнений. И сколько у нас получилось ткани? 500 тонн, да? Типа. Ой, нет. Это какой же масштаб у меня должен быть на производстве, чтобы у меня 500 тонн ткани было. 770 килограмм на худи и 600, по-моему, на футбол. У меня. У меня. Да, чувствую себя, конечно, серьезным человеком. Такой настоящий бизнесмен я. Оцените количество тканей вообще, которая здесь лежит. Просто жесть. Можно сказать, что вот это все мое. Так что подтвердили, реально вот это вот все, это мое. Да, машина будет через 5 минут уже. Все, подбираем, чтобы было все только самое лучшее. А вот это, кстати, ткань уже с оттеплением. Для меня очень важным вопросом была ткань, с которой будут созданы мои дальнейшие изделия. И я очень хотела, чтобы у меня были прям супер-мега толстые плотные футболки, чтобы они нереально круто держали форму. И поэтому мы провели почти целый день на складе с тканями, чтобы найти ту самую ткань, которая для меня была максимально идеальной. Ну, потому что задача была буквально шить из того, из чего никто не шьет. Ага. Короче говоря, мы выбрали самую крутую и дорогую ткань. У нас сейчас конкретно нет обсуждений еще пакетов, потому что мало было купить ткань и все это сделал. Еще нужно понять, в каком пакете все это отправлять. Сейчас, следующий этап, после того, как мы все это отгрузили, будет работа с пакетом. Ну, как бы это странно звучало, и логом. Я полностью потерялся. Передаю привет Лисе из зимы от Лисы из лета. Да, я тоже потерялась. Я полностью потерялась. А еще я полностью потеряла свою мысль, потому что речь идет не просто о пакетах, а о сумках. Потому что тот, кто будет покупать бренд моей одежды, будет получать ее в фирменной сумочке. Короче, потом об этом расскажу, когда буду снимать видео с обзором уже на конкретные изделия, когда у нас будут выходить продажи. Мы купили ткань, мы поехали в швейный цех, у нас уже есть конструкция, у нас уже есть первый макет, который классно выглядит. И, в общем, задача была только в том, чтобы дождаться, как нам пошит первое изделие из уже этой конкретной ткани. 7 марта едем смотреть, что там нам нашили. Ну что ж, мы приехали сегодня. Вроде как смотреть впервые какие-то лекалы макеты, то, что нам сделали. Проходим, смотрим. Сейчас еще приедет человек, который шарит за технику, за правильный пошив, вот за это все. Который поможет контролировать производство, потому что у меня специальный человек, который работал, типа, знаете, с брендами на уровне Шанель. Вот это вот все, который реально супер-мега шарит за качество. Для меня это самая важная, естественно, характеристика. Так, смотрите, вот худи надо будет вам одеть. И у нас начинается первая трудность. Так, мне не нравится. Нет, мне не нравится. Во-первых, мне не нравится длина, как будто бы она слишком короткая. И у тебя еще происходит, что у нее супервысокий рост. То есть, типа, как бы ты высокая, но она на тебя смотрится, как будто она тебе мала. Это мне не нравится. Потом она как будто недостаточно объемная. Ну, как будто более облегающая. Мне это вообще не нравится. При том, что, опять-таки, ну, это М-ка, и она тебе должна быть свободна, а она тебе как раз. Мне это не нравится. Так, не, ну капюшон это просто безобразие, это абсолютно вообще жесть, просто у меня нет слов. Ну, короче, все, отстой. Я очень рада, что с нами поехала наша технолог, потому что она действительно объясняла на производстве, что конкретно не так, что нужно изменить и почему нам эти вещи не нравятся. Потому что, конечно же, когда тебе подсунули не то, что ты заказывал, но никому не хочется переделывать свою работу, начинали изначально с нами спорить, но это было бесполезно, потому что, во-первых, есть бомбящая я, а во-вторых, есть супер-мега-профессионал, который реально шарит, и вот она снова им все объясняла. Но вот как бы она там не вставала, как бы мы это все начертили, мне это не нравится, и это не выглядит круто, но то есть зажимает вот эту вот штуку за тысячу и смял. Она гораздо лучше по всем характеристикам, но она смотрится круче даже в зеркало. Я конкретно бомбила, потому что то, с какой задачей я пришла и то, что мне дали, было вообще разное, и то, как у меня подгорела жепа, достойно отдельного видео. Мне объяснили, что затык в кровь был, потому что это совсем новый фасон, но как бы в этом и была задача спроектировать что-то концептуально новое. Поэтому я даже не стала спорить, я просто сказала, это отказ, мы будем переделывать столько раз, сколько нам понадобится, чтобы достичь такого результата, за которым я пришла. Такие дела. Не спорю, я не спорю, я просто говорю. Хорошо. Короче, мне категорически не понравилось, мне очень не понравилось, я была очень мягозла, даже сейчас завожусь. Короче, было миллион попыток все это переделать, но в конечном итоге мы пришли к выводу, что, к сожалению, то, что я хотела сделать из той ткани, которую мы купили, лайф-подписка за это, ничего не получается. И одежда просто не так держит форму, как я бы того хотела. Куча моих денег и куча тканей улетела в утиль, а нам предстояло новое путешествие и новые траты, купить новую, другую ткань, которая была бы, ну, более, получается, плотная. 10 марта едем снова за тканью. Идем дальше, снова смотреть, хочется чего-то более плотного. Ну, так нехорошо, просто отвратительно. Потрогай. Мы специально взяли из хангера, чтобы ты поняла плотность, пластику ткани, да, как она себя ведет, что это такое, вот оно. Так, ладно, мы забрали ткань, вот она там лежит, вот там Даша сидит в рулоне, у нее есть мягкая подушка. Надеюсь, в этот раз без кринжа. Ну, короче, мы отвезли ткань на производство и поехали дальше. Ладно, день, когда мы будем проверять футболку. После того, как мы внесли правки и перешили ее. Я очень надеюсь, что все будет классно. В тот день мы получили наши первые футболки. Мне, честно, они реально понравились, потому что было все то, что я хотела. Форма, которая очень здорово сидит и держится. И в целом, можно сказать, что я была как будто бы довольна. Мне как будто классно. Слушай, она тебе тоже небольшая. Хорошо она тебе сидит. Ага. Да, рукава вообще классная, я согласна. Наконец-то футболка утверждена. Ура, победа! А это я хочу посмотреть, а вот так вот выглядит лекало. Круто, круто. Спасибо большое. Спустя еще пару недель. Спустя, вот он последний день. Наконец-то сейчас будем, по идее, забирать финальную версию. И пойдем в принтовню. И там у нас будет еще больше проблем и вопросов, наверное. Здесь прям все отлично. И даже вот этот вот выглядит прям очень здорово, как я хотела. Что шов в сочетании с разрезом, он прям очень классный. Все хорошо. Что вы скажете с точки зрения, ну, профессионального? Потому что по мне вообще все здорово сидит. А так да, она мне и по длине нравится. Ну вот с моим ростом то, что я хотела как раз. Да. Капюшон прям вот он. Он стоит классно, на нем прям какой-то принт еще будет размещен. Это будет тоже здорово смотреться. И по посадке рук мне тоже все нравится. Единственное, что я вот хотела эту более штуку плотную сделать в любом случае. Потому что она просто не фиксирует руку. А с точки зрения, я так понимаю, что технологии мы вам вообще, да, какую-то новую задачу выдали, да? Ну, не стандарт, может, так сказать. Нет, ткань, правда, ну, очень дорогая была в закупе. Я точно сейчас цену не скажу. Но что делать? Отдала денег я крайне немало за все эти истории. Но для меня важно было, чтобы было реально качественно. Потому что если бы я не хотела делать супер-мега-качество, не хотела запариваться, конечно, я бы просто пришла, знаете, заказала бы в Китае, там, не знаю, партию футбол. На них бы налепила самый дешманский какой-нибудь логотип под самым дешевым прессом. И все. Но нет, мы решили усложнить себя жизнью. Дальше нужно было понимать, где мы будем хранить вещи, оформлять офис, делать склад, кастомную, как угодно. Поэтому я думаю, что запишу для этого отдельное видео. Я действительно организовала себе огромный склад, сделала там лютое кастом-помещение, чтобы все мои сотрудники, которые там были, максимально кайфовали. Да, я хочу, чтобы мне даже сотрудники преисполнялись духом моего бренда. Ибо бездна захватывает все, пусть начнет с захвата помещения, моего же. Но мне кажется, это логично. Мы приехали в офис, сейчас будем договариваться на тему аренду склада. Но пока никто не отвечает. Кофе. Блин, надеюсь, что сам по себе склад будет классный. Мне очень хочется кастливить пространство своего собственного склада. Imagine video. Просто визируй склад. Круто, давай. Так круто же, да, хочется очень. Собственно, небольшой рум-тур, а если хотите больше, ставьте лайк и пишите хэштег «хочу склад». Слушай, ну тут соль, конечно, ну тут можно не только цех сделать, тут еще можно жилище организовать. Блин, если честно, мне очень нравится помещение. Оно реально огромное. Можно лучше всего делать, не переделывать. И мне нравится, что везде отдельные комнаты. Блин, прям классно. Обычно на складах экономят, но я хотела, чтобы сотрудники, которые будут со мной работать, любили свое рабочее пространство и кайфовали так же, как я. Поэтому я нашла офис с огромными окнами, кондиционером, обогревателем, выводом под собственную сантехнику и все такое. Еще и сделать из этого арт-пространство. Но это в отдельном виде. Спустя миллион сто тысяч лет у нас встает вопрос, что нам нужны принты. Соответственно, принтов бывает огромное количество разных видов. Далее нюансов очень много. Это на 10 миллионов отдельных видео уйдет, если я буду вам рассказывать. Но для меня самое важное было то, чтобы принтовики тоже находились в Москве, тоже находились там, куда я могу до них доезжать и просто отслеживать каждый микропринт. И чтобы принты были такого качества, что он не отвалится, не стирается, не растянется. У меня было огромное количество одежды, причем, кстати, нифига не бюджетной от других русских брендов, где просто после одной или двух стирок принт, он или начинал, знаете, вот так вот сдираться, или он начинал выцветать. И это было огромной проблемой найти классную принтовню. Но мы ее нашли. Мы очень сильно долго запаривались на тему принта, чтобы он реально был лютейший, потому что хочется гарантировать то, что у человека даже после 10-20 стирок, после, я не знаю, того, как он пожмет вот эту вот штуку, ничего не отвалится. Спустя сколько-то там времени я уже хз. Приезжает первая партия. Я уже не знаю, на что я похожа, потому что от вот этого вот человека, мне кажется, в этих фрагментах видео от меня уже ничего не осталось. И вот примерно все это время, примерно каждый день, каждый час я была на одежьем стрессе. Единственное, что спасало меня от того, чтобы окончательно не поехать кукушкой, я и так поехала, потому что у меня просто сорвался весь ритм. У меня наскочила, блин, аллергия еще на кота, о которой я жаловалась. Теперь я все это, кстати, связываю. И если бы не Даша, если бы не мои подруги, с которыми у нас идеально рабочий вайп, мне кажется, я бы, честно, все это, ну, не вывезла. Я знаю, что вы любите, когда у меня происходят какие-то коллабы, или когда я снимаю видео с моими друзьями, с другими блогерами, потому что это очень весело и интересно. И знаете, раз уж мы с вами говорим про друзей, то у меня есть для вас очень интересное предложение. Это Тинькофф Блэк. Дебетовая карта от надежного банка. С кэшбэком рублями до 30%. И ежемесячным доходом на остаток. Если у вас есть эта карта, то уже можно получить еще больше выгоды. Порекомендуйте другу оформить Тинькофф Блэк. Отправьте ему индивидуальную ссылку предложения до 30 июня. Если что, сгенерировать ее можно по ссылочке в описании или в приложении банка. А теперь важно, за каждого приведенного друга, который оформит себе Тинькофф Блэк, вы получаете тысячу рублей. А еще возможность стать победителем, знаете где? В розыгрыше с призовым фондом 100 миллионов рублей. Друга, конечно, тоже никто не обделяет, он тоже получит свои ништяки. Он получит один из гарантированных призов. Ну, например, кэшбэк 100%. В популярных гипермаркетах, в маркетплейсах, а еще в точках фастфуда. Или 6 месяцев подписки на Яндекс Плюс, или 3 месяца на Тинькофф Мобайл. А еще, воспользовавшись оформленной картой, ваш друг тоже сможет поучаствовать в розыгрыше, где призовой фонд 100 миллионов рублей. Приглашая друзей оформить себе Тинькофф Блэк, вы гарантированно получаете ништяки. А если у вас до сих пор нет карты Тинькофф Блэк, то обязательно пройдите по ссылочке, которая у меня в описании, и оформите ее по этой ссылке. Продолжаем. Ну, в общем, что случается, когда я получаю первую пошитую одежду? У меня сегодня просто не день, а какая-то жесть, потому что я всю ночь не спала, и бы у меня была начинная репетиция. И сейчас мне пришел курьер, который привез мне мою одежду. Привез он мне вот в таком виде. В целом, мне очень нравится, конечно, подача. Я вот думаю, зачем я запарилась вообще над дизайн, на то, как будет оформлена упаковка бренда. Если можно, просто всем вот так вот отправлять. Пошел момент истины. Достаем. Если бы вы знали, как я сейчас нервничаю, вы бы не заплакали, вы бы просто происполнились. И вот считывая, что я вообще не спала, я надеюсь, что все будет славно. Да. Я уже и сейчас вижу, что принт, конечно, уничтожение полное. Ля-я-я-я, это очень круто. Тестовые образцы, которые мне прислали, чтобы я подтвердила, что меня все устраивает. Блин, это очень круто, посмотрите Я не знаю, это очень круто Блин, реально очень круто Охренеть, это вау, да? Да, охренеть просто Посмотрите, вот этот вот принт, он вообще неубиваемый Я очень сильно запаривалась, из-за этого было очень много проблем у нас Но ради того, чтобы вот этот вот принт был безумно качественным Пришлось проложить огромное количество усилий Ввалить, конечно, огромное количество бабла Но, блин, ребят, те, кто будут заказывать, когда в жизни вот это вот все увидят Вы просто офигеете, насколько это круто Чтобы вы понимали уровень, покажу вам видео с Лианой И да мы с ней дружим, все, окей, хватит писать, что у меня нет друзей Че, тянусь? Да, тяни давай Страшно Тяни со всей силы Да, тяни Я думаю, все понятно, да? Офигеть, офигеть Он такой же, какой был Я такого не видел еще Мы когда искали принт, где мы будем делать Вот, ну, на тесте нам чувак приходит и такой говорит Вот вам наши принты, но нет одежды, а другая Типа тяните как угодно Да не, ну типа стрёмно тяните Он такой, да нет, тяните как угодно И мы начинаем просто с Дашей тянуть вот так вот в обе стороны Одежда прям растягивается чуть ли не в тонкую волосинку И он потом собирается обратно и принту ничего И он такой, мы за свой принт и подключаем Я такая, окей, нам подходит Продолжаем смотреть первую партию Так, внимание, смотрим пауэр Но вот уничтожение Это уничтожение Но мне хочется принт больше делать Мне не нравится, что он маленький Чтобы понять еще как Ну нет, мне не хватает здесь принта Да, спасибо, большой кот Короче, это я не подтверждаю Вау, предварительно мне нравится Посмотрим дальше Все круто, нравится по цветам, по дизайну Но очень маленький принт Это что? А, эти футболки так положили Ни хрена себе На самом деле, слово бездна Я уже об этом говорила На этих случаях это прозвучие не имеет Абсолютно ничего общего с бездной из Геншина Несмотря на то, что я сижу сейчас в худи, который был вдохновлен Райден Бездна в данном случае не имеет никакого отношения к бездне из Геншина Я не хочу просто, чтобы, ну, у вас были вот такие вот логические связи Это немножко неправильно Это я уже видела Абсолютно потрясающая вещь Короче, это да Здесь у нас Я рисовала это сама Я рисовала это сама Это не иронично почта Посмотрите, как круто Здесь точно да Потом померю, конечно Но пока что предварительно это точно да О боже Это чисто моя версия для меня Пока что такого не будет в продаже Потому что вы еще не до конца знакомы с данным персонажем Ее, кстати, зовут Бездна Так что дальше я буду называть это Бездна И бренд называется Бездна Но формально бренд называется Бетридна Но это уже другая история, которую я поведаю вам в отдельном видео Про, собственно, Бездну, про москоп Чтобы понять, насколько вам это все любопытно было бы Обязательно напишите в комментарии Потому что рано или поздно нам всем с вами придется смотреть мультфильмы Читать мангу Надеюсь, у меня получится и хватит денег на то, чтобы снять полноценное аниме про Бездну Да, вы понимаете, насколько высоко я мечу Но мне бы хотелось, чтобы вы попробовали угадать уже сейчас в комментариях Почему бренд называется именно так Вот подсказка Если перевести слово Бездна на английский И прочитать, возможно, это слово не совсем корректно То, возможно, тогда вы поймете Что является отсылкой и характеристикой моего бренда И, собственно, ну, может быть, что-то даже придумаете Все еще показываю первую партию 100 часов Вы знаете, сначала мне казалось, когда я только-только открыла этот мусорный пакет Что там реально клевые вещи Я такая, вау, классно, мне все нравится А потом с каждой секундой я понимала, что вещи-то не такие прикольные Что там очень много косяков И что мне очень многие детали не нравятся Что мне не нравится, как выглядят некоторые цвета в реальной жизни Что в некоторых моментах мне не нравится масштабирование рисунка И как-то я подгорала-подгорала И в итоге я конкретно подгорела Короче, в итоге я всю ночь сидела над одеждой и поняла, что мне ничего не нравится Буквально мое состояние после вчерашнего Эвил, ты настолько сильно меня чувствуешь, да? И на самом деле все то, что я вам показала вначале на первый взгляд Было как будто бы норма про некоторых деталей Но потом, когда я стала смотреть все близко Я увидела вот это Огромное количество дефектов Огромное количество моментов Которые почему-то, ну, просто не исправили Потому что очень много косяков В общем-то, в принципе, когда я померила потом уже плотнее одежду Которая должна была быть, типа, вдохновленная дедом Мне вообще не понравилось, как смотрится в жизни Мне не понравилось, как смотрится цвета Мне вообще не понравилось Просто не понравилось Я не хочу это никуда выкладывать Я не хочу, чтобы люди тратили на это деньги, потому что это откровенно отстойко. Я просто не понимаю, почему вот эти цвета так сильно отвратительно смотрятся в жизни. Оно правда смотрелось симпатично, когда это было на листе принта. Не, понимаю, что все вкусно разные, и кому действительно может это понравиться. Если кому-то понравится, возможно, это когда-нибудь продам выставлен на аукцион. Я не знаю, как первые изделия, которые не вошли в тираж. Я практически всю ночь опять не спала. Вчера у меня была ночная репетиция, сегодня у меня просто были нервы, потому что я думала, что с этим совсем сделать. И я подумала и решила, что, наверное, мы откажемся от деда полностью. Просто потому что, ну, я не смогла его адаптировать так, чтобы он выглядел классно. И я решила, что я хочу сделать дизайн моей женщины. У меня есть определенное видение, как это сделать красиво, мне кажется, будет классно. Короче, пошла работа дальше. Я не понимаю. Скажи мне, ты понимаешь? Нет, он вообще ничего не понимает. Может быть, ты понимаешь, что и вообще любитель у нас давать интервью? Нет, здесь просто пафос. Наверное, вы задаетесь вопросом, почему именно такие дизайны. Для меня было очень важно передать в первой коллекции, в первом дропе вайп моих любимых персонажей. И спойлеров Бакуга не будет, потому что исключено. Я слишком зелье на его люблю. Я не хотела просто брать, знаете, фреймы там из манги, или просто брать уже готовых персонажей, их отрисовывать. Потому что такого уже много. Этого можно найти и на Алике, и у нас в магазинах. И вообще уже даже какие-то крупные бренды все это делают, серии берут, там кого-нибудь распечатают. Это неинтересно. Мне хотелось взять персонажа, ну в данном случае, например, на мне тут Худак Сёгун, да? Это который был вдохновлен Райдом. Мне хотелось взять персонажа, мне хотелось разобрать его, грубо говоря, на атомы, понять его составляющие, его цветовую палитру, чем персонаж увлекается, какие у него там, ну грубо говоря, если мы говорим про геншки, спецэффекты вылетают, чтобы все это скомбинировать в одежду и просто наполнить ее вайлом персонажа, чтобы те, кто не шарят, вообще не шарят, они просто это видели какую-то прикольную интересную одежду, а те, кто шарят, им было очень интересно разглядывать каждую деталь. Что касается конкретно Сёгуна, вот это вот символ, возможно, вы думаете, что это, собственно, ее личное, но нет. Это, например, символ, отсылка бога грома, оригинальному японскому мифологическому богу грома. И куча здесь деталей, которые являются отсылками не только, получается, уже даже к Райдену, а вообще в целом к истории. И это так круто, потому что я очень люблю пасхалки, и мне хотелось, чтобы в моем бренде одежда, именно когда мы говорим за графический дизайн, было очень много отсылок. Или, например, возможно, сейчас тоже вот вы увидели на мне очень часто одежду, которая была вдохновлена макемой из бензопилы. Там у нас присутствуют цепи, там у нас присутствуют фразы типа контроль, там присутствует арт в виде ее рук, которые она делает, когда кого-то контролирует. И мне очень важно было именно перенести вайп, но так, чтобы это никого не напрягало, чтобы ты просто, если вдруг захотела или захотела, да, кстати, одежду не секс, если что, в этом году ты пойти, и ты мог пойти совершенно спокойно и не париться о том, что произойдет такая ситуация. Типа, фу, анимешник. Короче говоря, я отдала все эти вещи обратно на переделку или в утилизацию, то, что нельзя спасти. На самом деле кринжа было очень много, и, если честно, этого хватит на отдельное видео. Не хочу очень сильно вас грузить всеми этими недостатками, потому что, в конечном итоге, конечно, я их все разрулила, а то, что не получилось разрулить, выбрасывалось. Но про одну кринж-ситуацию я все же расскажу, чтобы вы примерно понимали. Помните, я снимала разговорное видео, где я готовлюсь на день рождения к подруге? И сам у меня фит плачет. Знаете почему? Потому что я не смогла поехать на день рождения к подруге. А во время съемки этого видео просто случилась очередная херня на складе, на производстве. Надо было ехать, отсматривать, что за хрень там случилась. Ну и, собственно, я поехала. И время сейчас. Вот, 042, и я только вернулась домой, и я не смогла поехать на ДРЭ. Одной подруге я не смогла поехать на ДРЭ блогершу, которая меня позвала за пару дней до этого. Просто потому что у меня целыми днями вот такая вот хрень происходит. Просто целыми днями сижу, отслеживаю производство. И я просто надеюсь, что когда я куплю все свои вложения, если я их куплю, а мне хочется верить, что все случится хорошо, я просто куплю специальные свои швейные автоматы, самые лучшие, самые дорогие, самые крутые, которые будут. Поставлю своих швей, и просто это будут мои люди, которые будут получать нормальную зарплату, у которых будет хорошие условия труда, потому что иначе быть в моем случае не может. И которые я реально буду делать нормально, потому что это просто, это преисполнение. Мне все говорили, что начинать бренд одежды — это сюра. Хорошо, что я послушала людей и сделала старт с футболок и с худаков, потому что если бы я, например, сделала бы жакеты, какие... Я изначально хотела делать жакеты, в первую очередь, потому что я больше всего люблю, ну, жакеты, биджаки, вот всякие такие штуки. Но мне сказали, нет, начни с футболок и с худи, типа, ты не пожалеешь, если ты начнешь. И если бы я не послушала этого человека, я думала, я бы просто ебнулась. И, вы знаете, я даже не знаю, с одной стороны, я очень много энергии вкладываю, я, правда, очень сильно, ну, на стрессе. Я даже не могу сказать, что я нервничаю, что на перманентном стрессе, потому что у меня вечное ощущение, что что-то будет не так. Но, с другой стороны, я понимаю, что, возможно, это некая цена, которую я должна заплатить, как бы это странно не звучало. Я не верю во все эти принципы обмена энергии, но просто мне иногда хочется, знаете, оправдывать свою жизнь, некоторые говнособытия тем, что это просто путь, это просто ступень. И я по этой ступени забираюсь, и вот самые сложные ступени мы уже прошли, а дальше будет нормально. В принципе, прокатывала. Короче, коротко о ситуации. Я достаточно сложный клиент, потому что я реально очень доточно проверяла каждую вещь. И в какой-то момент времени, видимо, на производстве люди расслабились и, скажем так, сделали очень много брака. Блин, точно, она вообще по-другому выглядит. То есть у тебя руки буквально вот здесь вот, и за счет этого тебе легко и удобно. И она реально воспринимается толще. Я не понимаю, как это работает, но реально толще. И вот только надела, ты вот так вот сделала, хотя буквально здесь провисла какая-то каха. А так ты делаешь, ну, типа, все прекрасно выглядит. У меня паника, а это день, когда мы уже должны были задумываться на тему продажи, то есть мы буквально тоже были финальные штуки. Короче, у нас есть изделия. Ну, естественно, они есть, которые выполнены идеально. И здесь все сходится, то есть буквально так, как должно быть, и поэтому они будут смотреться нормально. Задача теперь реально состоит в том, чтобы проверить это все, все плохие экземпляры, которые хотя бы на миллиметр отличаются, нахрен. А те, которые не отличаются, их оставить. Доброе утро, что называется. Я не представляю, сколько мы здесь будем торчать, это жесть. Но мы будем отслеживать абсолютно каждое изделие, потому что, ну, мне вот такая вот история, что у кого-то будет вот так вообще не устраивать ни разу. Пошли все нахер. Короче говоря, нам пошили половину одежды по старым макетам, и все вещи выглядели по-разному и хорошо, что мы это заметили. Но, честно говоря, от косяков других людей мне не легче. И, естественно, отдаем это все назад, делайте нам новые вещи. Приключения. Да, тут Каролина вот параллельно сидит, спрашивает, вернули ли нам деньги. Нет, ребят, деньги это нам не вернули. И изначально, вот вы сейчас будете в шоке, я не помню. В начале видео, сколько я говорила, что у нас будет изделий по 700, да, что я говорю по 700, там типа футболка худаков. Я просто не хочу даже говорить, сколько их будет на самом деле. Ну, я молчу про то, что я попала на бабло. Я понимаю, что ничего страшного, это первый шаг, это окей. Но, короче, некоторых изделий будет по 30 штук, вместо 700. Вот так звучит нервный смек. Это коротко о том, почему я хочу, чтобы у меня был свой швейн-цех. Все деньги, которые сейчас заработаю, половину вложу в то, чтобы делать другие одежды, то есть уже дальше, чтобы развиваться. То, что есть сейчас, то больше не будет. Все, дальше мы будем делать другие вообще шмотки. А другую часть денег я отложу на то, чтобы покупать постепенно свои аппараты. Потому что то, сколько одежды просто было отбраковано, ее очень много. Мне говорили, что это высокий процент брака, но чтобы настолько высокий процент брака, я не предполагала. Я просто даже не хочу особо об этом говорить на ютубе. Я уже настолько в этом преисполнилась, но вот вкратце теперь вы знаете. Пиздец. Ну, это правда. Понимаешь, самое страшное, что это правда. Косяков много, нужно исправить все, потому что не идеальный продукт я продавать не буду. При этом понимаю, что у меня куча одежды, а времени уже не так много. И прикол в том, что я просто решила не ждать идеальную версию одежды, а сфоткать все как есть, а потом уже по ходу дела, даже глядя на эти фотографии, что-то там доретушировать. В том плане, что не фотошопить шмотки на сайт до неузнаваемости, а смотреть, как одежда выглядит в жизни и на фотках, и если что, изменить принт или пошив. Шорты Давида. Но сейчас модно носить длинные шорты, поэтому как будто ты воровала их у своего мужика. Поэтому потом решила, что, в принципе, ну мы же с вами тройки выглядели, вот и своровала у мужика. У меня все аутентично, это не какой-то вам фейк-пайм. Это ударит. Почему? Воровали мужиков и проехали. Собственно, так и проходит съемка. Абсолютно каждого видела. Смотрите, какая большая камера. Давид купил специально, чтобы меня фоткать. Сколько на камеру потрачено было денег? Наверное, весь бюджет моего бренда туда ушел. Вот да, вот так мы и работаем. Давид мне фоткает, я фоткаюсь, потом я ретуширую. Шорты топовые, конечно. Но где-то стало, не скажу. Но все-таки мой бренд рекламирует, у меня какие-то шорты. Сейчас я буду приступать к редактированию фоток, которые я уже сделала. Естественно, в качестве модели выступала я сама. В своей же собственной одежде, в образе подмаке. Ему надеюсь, получились нормальные фотографии, потому что для меня это самый первый опыт сейчас будет. Именно в том, чтобы обрабатывать фотки, которые пойдут на продажу. Очень странное ощущение. Я, конечно, смертельно устала. Но какая-то очень приятная усталость, потому что у меня такое ощущение, что я делала какое-то очень большое, очень благое дело. Не знаю, почему так мне кажется. Ох, на самом деле сейчас очень тяжело отобрать фотографии, потому что вопрос не в том, как я на них получаюсь, а вопрос в том, как хорошо получается одежда. Например, все ли в фокусе, четко ли виден принт, что написано. И, на самом деле, такой интересный экспириенс. Я обработала несколько фотографий. Если честно, я достаточно сильно устала, потому что, знаете, очень тяжело, потому что ты чувствуешь великую ответственность. Ты хочешь делать все идеально. И ты не работаешь на кого-то, ты работаешь сам на себя. И, естественно, сам на себя, когда ты что-то делаешь, ты делаешь максимально идеально. Вне зависимости от того, сколько времени у тебя уйдет на ряду, что там тоже самое одной фотографии. Потому что я хочу, чтобы выглядело прям славно. Чтобы люди видели, что это действительно вот так и есть, что это славно. Ой, ну что, скажешь, полный хракирием. Ладно, пойду поем грязь и пойду посплю. Примерно каждый день я занимаюсь вот этим. Я редактирую фотки. Если честно, я уже схожу с ума. Я понимаю, что это только один персонаж, одна одежда. А у меня, как бы, их будет суммарно девять. Жесть. Зато можно оценить, какой у меня тут прекрасный вайпс. Честно, занимаюсь тем, что делаю вот такие вот карточки для сайта. И я просто в ужасе. Честно, люди, которые занимаются вот этими вот карточками, которые занимаются вот этими вот съемками, да. Потом все это переносят, ретушируют, еще загружают. Честно, по моей новой краши, абсолютно преклоняюсь, потому что это очень сложно. Я, конечно, понимаю, что я человек без опыта. Я первый раз в жизни своей такое делаю. Но это очень сложно, вот серьезно. Я сижу, наверное, вот над одним-единственным худи. Над одним-единственным худи часов с 15. Сейчас, как бы, время 22.01. И чувствую, я буду еще сидеть очень долго. Но, чтобы сделать такую фотографию на сайт, она должна выглядеть красиво. Там не должно быть лишних теней, там не должно быть никаких маленьких складок. А сфотографировать живую вещь, не нарисовать ее просто мега идеально ровной, чтобы вот Нессе не было ни одной складки. Даже если она вот так вот ровно лежит, она на фотке, вообще я все равно ровно, мне кажется, я просто задолбалась. И это при условии, что у меня реально есть опыт работы в фотошопе. Ну, короче, я хозя, это жесть полная. Мне категорически не нравятся при фотошопленной фотке одежды. Это, кстати, вот это люкс бренда, очень сильно этим грешат. Вам немножко расскажу, потому что я уже вникла в эту тему. Они берут одежду, те же самые сумки, они их идеально фотошопят. Да, одежду тоже, оказывается, фотошопят. Идеально все переделывают. А потом ты как покупатель, который заказывает, например, из интернета магазина себе шмотку, ты понимаешь, что это вообще не то. Что у тебя банально там, ну, не знаю, швы, да, чуть-чуть более кривые, а они делают это все идеально. А я хотела, чтобы просто это было так, как есть на самом деле. Вот какая она есть, такую и получите. Спустя 100 миллионов лет даты утеряны. И дальше, наконец-то, начинается часть, когда вся одежда отсмотрена, весь брак утилизирован, хорошие вещи остались. И нам остается финальный этап. Поехать в принтовню, забрать самые-самые последние наши элементы и отправить их уже непосредственно снова на склад, чтобы все это до конца пропечаталось, чтобы это все до конца прошилось. Финальный этап. Жду Дашу и идем смотреть. И если все удачно, то едем на склад уже с, по-моему, готовыми изделиями, но это не точно. Я уже вообще ничего не понимаю, запуталась. Так, окей. А вот собственная бездна в клетке. Ну, этот, кстати, попрямее будет. Получается, готовый к нашему. Класс. Короче, мы проверили принты. В целом все реально классно. Все отлично. Мы почти на финальный прямой. Мы забрали кучу безнюков. Это, типа, морды бездны. Чтобы сделать из них сумочки, которые покупатели, которые будут все это покупать, будут получать. У меня что-то заплетает язык, но я просто в таком состоянии. Я довольна в конечном итоге. Хоть и количество вещей сильно меньше, но в итоге я очень довольна. Но по сей день я все еще работаю над этим первым запуском и над тем, как будет развиваться бренд дальше. Я просто хочу показать, насколько для меня важна эта вселенная. Сегодня был первый день, когда я выложила информацию о том, что у меня появилась группа ВК. Я уже третий или четвертый день вообще не вылезаю из-за компьютера. Я только фотографируюсь и делаю обработки, составляю луки. Я очень сильно устала. У меня просто нет сил. Время сейчас час ночи. Это только начало этого вечера. И я даже не знаю, почему я плачу, если честно. У меня просто нет идей. С одной стороны, типа, мне абсолютно классно. Я в excited. И у меня такое ощущение, что то, что я делаю, оно будет жить даже после меня. Я не знаю, я в это верю. Да, но для меня этот бренд имеет огромное значение. Это не просто история о том, что у меня есть какие-то шмотки, и я хочу, там, не знаю, что-то сделать, какой-то креатив. Нет, это очень глубокая история. Она не просто так называется бездна. Это не просто так. Это лиса, этот козел. Я не знаю, я в дальнейшем вам расскажу. Этот енот. Здесь все не просто так. У него даже имя непростое. Типа, это не просто бездна. Там огромный игра слов. Я хочу раскрывать эту вселенную. Я не знаю, это просто моя цель. Мне нравится то, чего я достигла. И я никуда не собираюсь заканчивать с блогерством. Типа того, я сразу же сказать. То есть, это моя карьера, она идет отдельно. Я хочу, чтобы было что-то, что позволит мне раскрыться больше. Да, может быть, через одежду. Но вы все узнаете потом. От того, что я просто не верю, что это действительно случается. Вот уже прямо сейчас у меня переполняют эмоции. И я как будто бы счастлива. Но то же время как будто мне очень грустно. Я не понимаю, почему. Наверное, это просто стресс. А ввиду того, что у меня уже был экспириенс с бьюти-боксами. И там был полный кринж ввиду того, что слишком много людей заходило на сайт. Сайт не выдерживал. А это будет, как бы, по сути, мой самый первый дроп одежды. Я не знаю, чего ждать. Поэтому я подумала, решила, что я буду продавать свою одежду через ВК. Это не реклама. Просто я реально поняла, что я хочу лично отслеживать, как все это выглядит. Чтобы у меня был непосредственный доступ к самому там и паблику. И чтобы мне было удобно там какие-то моменты рассказывать. Фотки выкладывать. Лором, да, бездной делиться. Поэтому, когда будет старт продаж, он будет только в паблике ВК. Я ссылку вам оставляю в описании. Больше этой одежды не будет продаваться нигде. Если что, на данный момент у меня нет сайта. Потому что сайт, который я хочу, стоит очень дорого. У меня уже просто нет денег. Ну, вот так вот банально. Не знаю, успеют ли все желающие купить. Вот так, честно, я не знаю, потому что я не понимаю, какой будет спрос. Но, в любом случае, это будет ВК. Оставляю ссылочку в описании. Bye-bye. Бездна, запоминайте.